ДЕТСКОЕ РАДИО ПРЕДСТАВЛЯЕТ Где живёт музыка? Не знаю звучания более величественного, чем колокольный звон. Рада слышать тебя, уважаемый колокол. Мне кажется, я лучше себя чувствую. Осмелюсь заметить, моя королева, вам не кажется, с давних пор люди говорят о целебной силе моего голоса. Учёные установили, наш звон губит вирусы и болезнетворные микробы. Ещё, говорят, и сердце лучше работает, и сон крепче, и страхи исчезают. Твой голос сильный и глубокий. Напомни, пожалуйста, как называется музыкальный инструмент, состоящий из колоколов. Карельон, моя госпожа, это французское слово означает трезвон. Первые карельоны археологи обнаружили в Китае. Дата их изготовления – пятый век до нашей эры. Самый известный карельон России в Петропавловской крепости Санкт-Петербурга. Там играет 51 колокол. Самый большой весит более трёх тонн. Самый маленький – 10 килограмм. Их общий вес – 15 тонн. Расскажи, как устроен карельон? Колокола в нём закреплены неподвижно. Языки – так называются ударные приспособления внутри любого колокола. Соединены с клавиатурой. Она напоминает фортепианную. Только её клавиши похожи на рукоятки. Музыкант сидит в специальной кабине и играет, ударяя руками по клавиатуре или ногами по педалям. Управлять карельоном можно не только вручную, но и при помощи компьютера. У каждого карельона уникальное звучание. От чего же оно зависит? От формы и сплава колоколов, их настройки, веса колокольных языков, особенностей колокольни, карельон может исполнять разные мелодии от классических до современных. Послушайте, моя королева. Где живёт музыка? Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова